21 октября состоится концерт в рамках вами любимой передачи в гостях у Митрофана. Да, во втором отделении зрителей ждет сюрприз от дуэта мамы Александра и Виталия Мацера. Да, братья приготовились для зрителей концерт-шоу, на котором споют свои новые, ну и, конечно же, известные авторские песни. Да, и сегодня у нас в гостях, ну, половина дуэта мамы Александра и Мацера. Доброе утро! Доброе утро! Где вторая половина? Или мало половин? Много половин, поэтому мы решили, что будет много, и пришел я один. Виталий, к сожалению, не смог сегодня присутствовать, готовится... Концерт уже? В том числе. Да, ну, концерт будет интересный, вы пригласили много гостей из города Коркино, вот, молодежный театр с танцевальными номерами. А что еще будет интересно о вашем концертне, ну, почему мы с Мариной должны его посетить? Да, почему мы должны прийти туда? Ребята, вы приходите и сами лучше один раз увидите, чем многое буду сейчас болтать и занимать ваше эфирное время. Александр, вот сегодня весь наш эфир посвящен яйцам. Яичный день. Да, яичный. Вы такой же желтенький, как желток. Может быть, у вас есть какая-то история интересная, связанная вот с этим? Вот, знаете, как знал, в том далеком прошлом, когда моя жизнь проходила в деревне, помогал родителям в сельском хозяйстве, и, в общем, родители купили инкубатор. И надо было эти яйца переворачивать три раза в день. Ну, чтобы это не было очень скучно, я взял всех своих одноклассников и подписал все яйца. И, приходя каждый день в школу, мои одноклассники, конечно, задавали вопрос, ну, что, я вылупился. И потом уже, будучи студентом, приехав в Челябинск в 99-й год, я решил повторить этот опыт, нашел челябинский инкубатор, бабушке заказал яиц, и всех своих одноклассников подписал и вертел их три раза в день. Вы не били яйца тех одноклассников, которые вам не нравились? Нет, зато списать давали всегда. Я говорю, если не дашь списать, я тебя приду и разобью дома, да? Ну, примерно так, да. Ну, Саша, ну, все-таки вам привычнее петь, наверное, чем рассказывать о истории. Споем? Песня для всех друзей, которые придут, конечно, на наш концерт 21 октября. Хорошо, давайте споем. Споем. Город родной, привет, я к другу еду, встречай, я не был здесь много лет. И пить будем мы не чай, мы сядем поговорим, за рюмочкой со другой, и пусть подождет весь мир, сегодня мой друг со мной. Здравствуй, мой друг, старина дружище, за встречу по сто грамм, а за вечер ты ищу. Здравствуй, мой друг, с детством мы знакомы, правда постарели мы. По Божьему закону. Мы вспомним с тобой наш класс, где нам по 16 лет. В Монтана и Адидас звучит особый с кассет. Как ждали мы выпускной, чтоб взрослую жизнь начать, и проводы той весной, где нас обещали ждать. Здравствуй, мой друг, старина дружище, за встречу по сто грамм, а за вечер ты ищу. Здравствуй, мой друг, с детством мы знакомы, правда постарели мы по Божьему закону. В квартире давно все спят, на кухне лишь свет горит, друзья до сих пор сидят, и старый альбом открыт. Не виделись 10 лет, их жизнь разведет опять, гитару возьмут, чтоб спеть, а может и прокричать. Здравствуй, мой друг, старина дружище, за встречу по сто грамм, а за вечер ты ищу. Здравствуй, мой друг, с детством мы знакомы, правда постарели мы по Божьему закону. Правда постарели мы по Божьему закону. Вот так вот нужно встречать утро, еще и утро яичного дня, вот с таким позитивом. Саша, большое спасибо, что подарили нам позитив. Супер. Спасибо. Ну а у нас в студии в гостях был... Солист. Солист. Дуэтом мама. Дуэтом мама. Александр Мацера. Спасибо, Саша.